Обычные грибники скрывают от других места своей охоты. Только они одни хотят знать свои заветные грибные полянки и рощицы. Но есть и другой вариант. Отправиться в лес с группой, да еще и под руководством опытного грибника или специалистами эколога. Именно это и предлагает нам управление государственными лесами. Эту невиданную щедрость наши лесоводы проявляют накануне своего главного праздника – Дня работника леса. Пресс-секретарь РМК Марина Полтавцева сегодня гостья нашей студии. Добрый вечер. Добрый вечер. В приглашении от РМК написано, что посетительские центры РМК приглашают всех желающих не только собирать дары леса, но и познать грибную мудрость. Каким образом это будет происходить? Действительно, ежегодно мы в сентябре, в октябре планируем такие мероприятия. И у некоторых посетительских центров открываются выставки грибов. Так и в этом году, например, 15 сентября открывается в Каблевском посетительском центре. А 16-17 сентября уже в Лагема, поближе к Таллину, откроется тоже выставка грибов. И она чем интересна? То есть с 11 до 4 любой желающий может подойти на эту выставку, и там будет дежурный гид-природовед, который поможет вам определиться с грибами. Например, если запланировать рано утром поездку в Лагема, что-то там насобирать, и потом с этой корзинкой прийти на выставку грибов в Сагазинский лесной центр. И можно проконсультироваться, все ли грибы, которые вами были утром собраны, они пригодны для пищи. Вот в этих группах тоже будут рассказывать, какие грибы съедобные, какие несъедобные, а также демонстрировать. Для этого у нас есть специальные походы с гидом-микологом. В лес 23 сентября такая группа соберется в Лагемасском национальном парке, в Уандуском посетительском центре. И там будет организовано таким образом сначала получасовая небольшая лекция миколога о грибах, и именно о грибах в лесах Уанду. Потом все отправятся на поиски этих грибов в уандуские леса, через какое-то время встречаются опять в назначенном месте, и будет разбор полетов, разбор содержимого корзинок. И опять-таки миколог расскажет об особенностях тех или иных грибов, что тоже прекрасная возможность свои знания закрепить. Марина, давайте перейдем к тому, что скоро День работника леса. Какие мероприятия запланированы? Очень много мероприятий. И, конечно, более 40 мероприятий. Но те мероприятия, которые в рамках этого дня предлагает РМК, их 10. И они действительно все очень интересны. К сожалению, формат нашей передачи не позволяет мне обо всех подробно сказать. Но на что я хочу обратить внимание. Например, есть экскурсия в Паралеповский лес. Очень интересный. Он наполнен очень интересными, удивительными объектами культурного наследия. И эту экскурсию проведет наш лесник Юрген Кузьмин, который, кроме того, что он владеет знаниями лесоводства, он еще очень любит заниматься фольклорной стороной леса. И очень много знает об объектах культурного наследия. И он покажет, расскажет, заведет такие уголки лесные, где даже местные не очень хорошо знают эти места. Так что это советую. Также желающие, которые хотят увидеть лесной детский сад и как обучают лесные саженцы, обязательно воспользуются возможностью поехать в Кулинговский питомник. Там, где и шишка-сушилка у нас есть единственная. Это очень интересно. И, конечно, приглашаем всех 16 сентября на осеннюю посадку леса. Многие телезрители были с нами на майских мероприятиях. Но вот аналогичное мероприятие пройдет и 16 сентября в Ярвово. Тем более, что погода пока позволяет. Марина, спасибо, успехов вам! Спасибо.